В детском технопарке Кванториум Комсомольска-на-Амуре при поддержке КНАС и Хабаровского регионального отделения Союза машиностроителей России состоялся квест для школьников технологии будущего. Несмотря на нежную пару детства, перед каждым школьником со временем встает вопрос, кем быть и на кого учиться. Вопрос очень непростой и важно не ошибиться в выборе. Участникам квеста технология будущего, организованного сотрудниками Кванториума при поддержке КНАС и Союзмаша, решать его будет проще, так как они своими руками смогли ощутить, что такое новые технологии 21 века. В игровой форме 10 команд по 4 человека последовательно, как это и положено в настоящем квесте, прошли серию заданий. Все задания, которые проходили в этот день школьники, несмотря на фантастическую легенду, имеют практическое применение, как в быту, так и в других сферах жизни. Например, при тушении лесных пожаров. Для этого нужно было создать приложение для управления пожарным вертолетом. Есть очаги пожаров. В течение всего приложения они будут меняться, то есть пока они пожарны. Есть вертолет. Получается, они делают программный код, чтобы вертолет они могли управлять с экрана телефона. Получается, то есть они задают ему курс, они задают ему скорость, и им нужно достичь всех очагов пожаров и подпишем их. Несмотря на кажущуюся сложность этого и других заданий, они вполне по силам участникам квеста. Валентин Тришин легко справился с виртуальным запуском ракеты. Привлекательной стороной проведения профориентации в форме квеста является тот факт, что задания рассчитаны на участников разного возраста и уровня подготовки. Тружелюбность атмосферы, созданная организаторами, способствовала тому, что юноши и девушки находили для себя что-то знакомое и легко осваивали новое. Ульяна Джапаридзе во время одного из заданий уверенно приступила к созданию логотипа компании «Сухой». КВС закончился, ребята, обогащенные новым опытом, отправились домой. Но не закончилась работа кванториума Комсомольска-Намы. Сегодня в технопарке бесплатно занимается около трех тысяч ребят. Благодаря дистанционному формату обучение доступно не только комсомольчанам, но и всем желающим школьникам Хабаровского края. В дни осенних каникул на базе детского технопарка проводятся инженерные школы, организованные при поддержке Союза Маша, КНААС и университетов города юности. Саша, я запускаю ракеты. Саша, я запускаю ракеты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...